Сегодня состоялось очередное заседание правительства Кировской области. На повестке стояли вопросы здравоохранения и неуплаты страховых взносов. Подробности в сюжете Кирилла Сосолятина. Члены правительства обсудили законопроект об охране здоровья граждан в Кировской области. Целью разработки представленного вашему вниманию проекта закона явилась необходимость приведения действующего в настоящее время закона области в соответствии с действующим законодательством. Коротко позволю себе остановиться на статьях проекта закона. С 1 января 2012 года больницы и поликлиники в районах переходят в подчинение Департамента здравоохранения Кировской области. Это означает, что на финансирование учреждений здравоохранения будут выделяться средства из бюджета области, а не одного района, как было раньше. Также в законе идет речь о медицинских препаратах и услугах, предоставляемых пациентам за счет средств областного бюджета. Так, страдающим хронической почечной недостаточностью, которым необходимо проведение заместительной почечной терапии, будет предоставлена компенсация расходов, связанных с проездом. Устанавливаются и меры соцподдержки медработникам скорой медицинской помощи в виде ежемесячных выплат в размере 5000 рублей врачу, 3500 рублей фельдшеру и 2500 медсестре. Шла речь на заседании и о неисполнении плательщиками законодательства о страховых взносах. Наибольшую долю задолженности имеют обрабатывающее производство, строительство, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Если мы сравним, допустим, ситуацию по задолженности по налогам, там будут совершенно другие графики, совершенно другая корреляция. То есть и там те же предприятия строительной отрасли, вы тоже, понимаете, регулярно платя налоги, потому что их за это налоговая следит и, извиняюсь, дрючит регулярно, считают возможным не платить взносы в пенсионный фонд, в фонд обязательного медицинского страхования. Для повышения уровня собираемости страховых взносов проводится совместная работа с органами власти, прокуратурой и силовыми структурами. Также был представлен проект лекарственного страхования населения. Основной целью работы всех ветвей власти является сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни. Мы активно вместе с федеральными органами власти прорабатываем тот вопрос, который реально поможет нам улучшить показатели здоровья населения и сохранить его трудовой потенциал. Вопрос он называется традиционное лекарственное страхование. Согласно проекту, медицинскими препаратами будут обеспечены пациенты, которые нуждаются в ежедневном их применении. В основном это страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предполагается, что лекарственное страхование будет реализовано путем централизованных закупок препаратов и их продажи через аптеки по сниженным ценам. Кирилл Сосолятин, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.